В этом видео я хочу рассказать о монастыре, который забыт. Взяв информацию из разных источников, даю свою неполную версию на историю этого монастыря. В будущем меня поправят историки и археологи. Нехворощанский или Нефворощанский мужской монастырь был основан в 1670 году на левом берегу реки Орель, можно сказать за Орелью, на крайнем холмистом месте возле озера. Напротив сотенного городка Полтавского полка Нехвороща. Таких холмов тут было несколько. Монастырь окружали лиманы и протоки, которые создавали неприступность выбранного места. В конце 17 века монастырь был разрушен татарским набегом. Церковь сгорела при пожаре, после чего в этом месте была построена небольшая деревянная часовня. Озеро возле монастыря получило название Святое. В 1709 году гетман Иван Скоропадский объединенного войска Запорожского обоих берегов Днепра предоставил Нехворощанскому монастырю привилегии на владение мельницами, озерами, лугами, сенокосами и лесами на реке Орель. В этом же году при игумене Феодосии Несторовичи монастырь был восстановлен на острове возле Нехворощи. На каком именно острове, пока неизвестно. Есть несколько островов, на которых возможно был монастырь. Первый остров находится на реке Орель, он всегда был островом. Его размеры были примерно 50 на 490 метров. На немецком аэроснимке за 1943 год видны в западной части острова остатки вала, который мог быть частью монастыря. Второй остров находился в лимане Россахаватом, он иногда становился островом. Его размеры были примерно 560 на 2275 метров. На карте 19 века этот остров обозначен как урочище Тира. В южной части острова на немецком аэроснимке за 1943 год виден круг из белых пятен с небольшой ямой внутри. Возможно, это остатки фундаментов строений монастыря. Что такое урочище Тира? Названия урочищ могли указывать на место существования древних монастырей. Слово монастырь имеет окончание на тырь, схожи с тир. В Греции есть остров и город под названием Тира. В Украине на месте современного города Белгород-Днестровский находился древний город Тира. Возможно, урочище Тира было островом с монастырем. По этимологическому словарю украинского языка, к урочищам принадлежат те формы ландшафта, которые составляют естественную границу. Слово фронтир имеет окончание на тир, а фронтир переводится как граница по граничье. Возможно, урочище Тира и было границей между запорожскими землями и гитманщиной. В 1714 году монастырь вновь создается на старом месте у озера Святое. С острова перенесена деревянная Николаевская церковь, которую переделали под трапезную. Позже построена новая Успенская церковь, новые кельи для монахов, дом настоятеля и другие монастырские постройки. По описанию 1731 года к имениям Нехворощанского монастыря принадлежала мельница на реке Орель, озеро Святое, лес Тира, редкодубье и слободы Гупаловка и Нехворощанская черничина с хуторами. В 1734 году русскими войсками начато строительство украинской оборонной линии. Нехворощанский монастырь оказался за границей этих укреплений. Принимается решение укрепить уже существовавший комплекс монастыря без изменения ландшафта по бастионной системе укреплений. Комплекс получает квадратную в плане конфигурацию 75 на 75 метров. Монастырь назвали военным, заорельским, он стал крепостью и госпиталем для старых почетных запорожцев. В середине 18 века военным судом в монастырь отправляли арестантов для исправления. В 1763 году на место умершего игумена Исаака Савицкого в Нехворощанский монастырь прибыл Павел Иванович Козелецкий, где принял монашеский постриг под именем Петр Артовский. Предоставил 243 рубля на литье колокола для монастырской колокольни. Павел Козелецкий был бывшим кошевым атаманом Запорожской сечи. Первый раз его избрали кошевым в 1747 году, повторно в 1752 году и снова в 1753 году, но уже в июне этого же года был лишен должности. В 1768 году в монастыре был похоронен игумен Петр Артовский, бывший кошевой атаман Запорожской сечи, который возглавлял монастырь до самой своей смерти. Возможно, его могила еще четырех игуменов, находилась в Успенской церкви. В 1774 году монастырь упоминается в делах о споре между кошем и монастырем в связи с распоряжением коша, который в марте этого года приказал брать Мерчук сбор женой и пшеничной муки с мельниц Нехворощанского монастыря. После уничтожения в 1775 году Запорожской сечи в Нехворощанском монастыре некоторое время доживали свой век старые запорожские казаки. В монастыре сохранялись церковные реликвии и утварь, драгоценности, книги, иконы, колокола, подаренные запорожскими казаками. В 1780 году в монастыре разместили Екатеринославское духовное правление. Место монастыря было расширено трехметровыми валами. Новая внутренняя часть монастыря оказалась ниже на два метра, чем старая. Укрепление стало прямоугольным с размерами 75 на 150 метров. Хоронить людей продолжили в новой части. При правлении Екатерины II монастырь был превращен в нештатный. В 1786 году монастырь был закрыт. Все книги и иконы разошлись по другим церквям. Колокол монастырской колокольни был снят и отправлен на хранение на колокольню с Движенской церкви Екатеринослава, современного Днепра. Монастырский колокол был с надписью. Сделан этот звон в обители Нехворощанской в храм Успения Богоматери за особый счет бывшего славного войска запорожского атамана Кашевого Павла Иванова, а в монашестве тот же обители Петра, 1754 года, октября 20 дня, а весу в нем 23 пуда и фунтов 10, за всякий фунт по 9 рублей, а веса кошту 243 рубля. Успенская церковь перенесена в село Черничино, а трапезная Николаевская в село Гупаловка. В начале 20 века в старой части монастыря появились новые могилы. Сегодня можно встретить даты захоронений 1942 года и 1970 года. Гупаловка. Если посмотреть немецкий аэроснимок за 1943 год, то на нем будет видно старую часть монастыря и новую. В старой части просматривается дорожка, которая ведет через фундамент Успенской церкви, а в новой виден фундамент некого строения. Первые исследования монастыря проведены научной экспедицией в 1990 году. Были проведены подводные работы и изучение суходола. Подводной разведкой было найдено несколько единиц гончарной посуды, монеты 17 и 18 века. Следующая археологическая разведка была проведена в 2000 году на берегу озера Святое. Найдены обломки камня, фрагменты кафеля и гончарной посуды. В 2021 году исследование провела археологическая экспедиция Днепропетровского Национального музея имени Дмитрия Ивановича Иворницкого. Археологической разведкой внутри территории монастыря и внешне найдены обломки гончарной посуды, монеты 17, монеты 18 века, пули 19 века. Местные краеведы и любители истории охотно делились информацией и случайными находками на территории монастыря. В 2023 году исследование возобновили. Провели раскопки внутри нового части монастыря. Найдены обломки гончарной посуды, фрагменты кафеля, монеты 17 и 18 века, церковные иконки, пули 19 века. На глубине 2 метра найдены 5 отдельных детских захоронений в гробах 19 века. Сверху каждого гроба лежало по одному горшку с наполнением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Фактически она целая. И просто так она не может находиться. Но она могла быть в поховании. Но я думаю, они бы доследовали, я думаю. В поховании они были вимушены, чтобы дослеживать составительство в Бова. Поэтому, я думаю, да, доследовали бы. Поэтому это действительно непростая миссия. Но Боовского может быть в поховании, может быть в каких-то миссиях, связанных с культурами, обрядами. Просто может они там где-то. В июле 2024 года исследование возобновили в старой части монастыря. Выкопана траншея в длину 14 метров. На глубине 2 метра найдены 8 захоронений в гробах 19 века, а под ними эпохи поздней бронзы. В одном из гробов лежал рыжебородый большой мужчина с крестиком на груди. А в другом рыжеволосая женщина с крестиком на груди. Интересен обряд их захоронений с горшочком поверх гроба. Под гробами 19 века найдены 3 захоронения эпохи бронзы. В раскопанной траншеи на глубине 1 метра появился тонкий слой битой черепицы, который четко очерчивал склон. Этот склон был засыпан, накрыт укрепленным валом крепости. Возможно, этот склон является границами первого монастыря, который был спален татарами в 17 веке. Весь слой битой черепицы покрыт остатками сгоревшей древесины. Одна из стен раскопа уперлась в полосу грунта светлого цвета. Возможно, это остатки одного из строений монастыря. Посмотрим на план монастыря, и там видно, что раскоп граничит с одним из строений. Захоронение эпохи бронзы было в нижней части склона. Скелет лежал на спине. Захоронение могло быть грунтовым. А если в кургане? Тогда монастырь мог быть построен на месте древнего кургана. Субтитры создавал DimaTorzok